видно было что всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале гляньте какое сердечко мне подарила жале я вчера была у них в гостях и просто осталась в восторге от гостеприимства сейчас подробно расскажу я заранее извиняюсь за посторонние звуки за вот это шипение это просто мой сосед делает ремонт я ждала ждала аж до 12 пока он закончит но ждать вечность к сожалению я не могу мне нет такой возможности поэтому приступим у нас значит есть мороженое альпенгольд я почему-то думал что у меня в морозилке милка дальше вот такой вот донат или не знаю как правильно в общем такой бублик с клубничкой зимой клубника самый раз тарелка с консервированными ананасами и такой большой смит но еще здесь такие пироженки которые не знаю смогу ли я съесть которые мне завернули за что огромное спасибо жале вот давайте приступим не знаю даже чего начать давайте попьем чай с мороженым когда мне в комментариях пишут айка что это за сочетание какой ужас как ты это ешь для меня норму ребят в общем я немного стеснялась когда ехала туда осталась очень довольна приемом познакомилась с сестрой жале там кстати видео она есть знаете такая свойская семья очень уютная теплая и видно прям что верит добром вообще жале подсадила точнее жале подсадили на мой канал как раз таки есть сестра очень позитивный человечек со всеми с ними я познакомилась поехала на такси такой таксист попался знаете добрый души человек я спускаюсь вниз и он мне такой говорит девушка я очень извиняюсь мне дали ваш заказ тоже но у меня машине бабушка которая не знает свой адрес я такая смысле ей дали бумажку с адресом она получается из деревни ездит и она никак не может понять где ее дом в общем крутимся тут горит пытаемся найти те елочки а бабушка такая сидит я села в машину бабушка такая говорит у меня около дома есть елочки такие и мы думаем где здесь в городе у нас есть елочки и вы знаете такой добрый человек не взял с нее лишние деньги что он там не знаю час ее по городу катает и ищет эти елочки видно было что я очень извиняюсь идея вот так вот красиво положить сердечко это была провальная идея так что продолжаем ребят пыталась настроить фокус я не знаю как то у меня неудачно камера упала что-то проблемы были с фокусом выключала включала целый час надеюсь что подводить не будет один раз у меня так было с фотиком у меня была такая мыльница и одно время просто звук стал очень тихим именно когда просматриваешь видео на фотике раньше помните модно были такие маленькие фотики от samsung такие небольшие сейчас правда такие никто не покупает в общем я этот фотик уронила и после того как я его уронила звук исправился звук начал работать так же как работал когда я его покупала представляете представляете удачно упал вообще мне всегда техника очень долго служит никогда ничего не ломается в этом плане мне вообще везет всегда я когда работал в магазине техники вы просто не представляете сколько людей покупают бракованную технику и ты понимаешь что действительно есть проблема а иногда бывает покупают телефон например плохо держит зарядку а что ты хочешь чтобы четыре дня у тебя зарядку держал телефон так это нереально если ты постоянно играешь постоянно он тебя в руках это нереально они начинают это там в рекламе сказали что этот телефон держит зарядку до семидесяти двух часов или там какой-то другой показатель показывает мы объясняем что до семидесяти двух но если ты будешь не знаю прям активно использовать телефон если ты постоянно играешь слушаешь музыку естественно какой телефон будет так долго держать зарядку поэтому в плане таких нюансов в магазине техники работать достаточно сложно не потому что магазин техники плохой а потому что люди все одинаковые я вам рассказывала возможно однажды пришел мужик вот сейчас одну минуту буду шуршать так в общем однажды зимой мороженое с чаем кайф кайф знаешь что пришел мужик говорит пришел клиент точнее и говорит я купил у вас телевизор полтора или год назад в общем давно купил телевизор и говорит у меня не работает пульт мы спрашиваем изначально пульт работал или нет он говорит работал год он работал а потом перестал так мы спрашиваем в чем тогда проблема возможно вы не знаю уронили пульт или двинули этим пультом куда-то откуда мы можем это проконтролировать и он такой выкладывает но телевизор то гарантия 3 года а че что пульт не работает извините вы покупаете телефон например с гарантией полгода вы взяли ножницами отрезали себе наушники и что человек начинает с тобой ругаться ты не хочешь конфликта ты хочешь как-то мило культурно объяснить человеку что он не прав в этом и вы знаете и вы знаете невозможно много проблемных людей вообще сложно работать на работе где ты контактируешь напрямую с клиентом на моей нынешней работе и я контактируем с компаниями с крупными и все-таки это не одно и то же я контактирую максимум с 7 покупателями которые покупают у нас продукцию это люди которые понимают все тонкости осознают все поэтому легко так реально знаете вы иногда например рассуждаете о том что например я такого бы никогда не сделал значит история придумана а нет не все такие как ты знаешь сколько таких людей которые просто приходят и начинают тебя нервировать просто это хорошо я очень сдержанный человек мне очень тяжело вывести себя но мне кажется на таких работах должна быть хорошая зарплата потому что в первую очередь портятся твои нервы представьте ты постоянно работаешь с проблемами клиентов постоянно пустя над эти вот конфликты как же вкусно и обвинять там не знаю иногда в тик токе вижу тут там там обвиняют магазины что вы такие бессовестные просто так на пустом месте если у вас действительно проблемный телефон вам легко его поменяют но если вы придумываете проблему которой не существует приходила девушка купила айфон не помню xs max по моему и она говорит он нагревается когда я часами болтаю так у меня тоже телефон нагревается это уже косяк чисто айфон а не магазином то есть такие моменты не все понимают совсем забыла вам сказать чем закончилась эта история в общем с нами была еще одна бабушка я еду к жале вызвала такси в такси сидит бабушка которая не знает где она живет то есть она не знает точный адрес она знает что там рядом есть один маркет который она назвала еще елочки по карте таксист такой знаете лет 35 ему не такой уж молодой и он знаете такой терпеливый посмотрел на карте в гугле где есть эти супермаркеты как назло у нее не телефона некому позвонить уточнить искал на карте уехали туда искали эти елочки и в конце довезли ее я тоже катаюсь туда-сюда мы снимем вы знаете я часто видел там в инстаграме в тик токе опять же что люди творят добро и как-то помогают пожилым людям меня это честно очень подкупает и многие там в комментариях начинают вот специально для видео специально для просмотров для лайков это делаешь ах ты скотина тут человек реально просто делал добро и даже не взял с нее денег за то что он час вот просто катается по городу и когда мы ее высадили таксист сказал самое главное Аллах видит как я сделал добрый поступок для меня это достаточно мороженое Альпенгольд очень нравится я сняла для вас влог так что обязательно смотрите он очень интересный там поляна которые мне накрыли там сестра жалью в общем все-все-все обожаю вот такие вот вещи в общем мой вечер прошел офигенно я поняла что время от времени куда-то надо выходить и убираться скучно в общем на этом все мои хорошие спасибо что досмотрели это видео до конца если оно вам понравилось то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всех люблю с вами была Ига Эмили пока